МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что делают графические дизайнеры? Самые лучшие примеры со всего мира собираются в Москве традиционно в начале лета на фестивале Типа Маме. Видите, у нас даже студия вся в каких-то удивительных буквах, точках и так далее. Фестиваль проходил в Московском музее Москвы. И вот только что закончился. Но гости фестиваля все еще в Москве. И мы с удовольствием вам их представляем. Начну с наших иностранных гостей. Тереза Руллер. Очень приятно, Тереза, что вы здесь. Тереза молодой, очень яркий дизайнер из Амстердама. И вот сегодня нам расскажет тоже о своих работах, и мы сможем их увидеть. Добро пожаловать, Тереза. Николас Трокслер. Добро пожаловать на нашу программу. Как говорят организаторы фестиваля, легенда европейского дизайна, мировая звезда, плаката, отец-основатель швейцарского плаката, лауреат множества-множества национальных и международных премий в области дизайна. Вот сегодня услышим слова великого гуру, швейцарского гуру. Добро пожаловать. И теперь русские наши гости. Сергей Шанович. Здравствуйте, дорогой Сергей. Ох, чего только Сергей в своей жизни не делал. Дизайнер, режиссер телепроектов, основатель и креативный директор студии своей «Шан Дизайн». И надо сказать, что вот сейчас мы говорили, мы знакомы давно, потому что вместе работали на телевидении, на других каналах, и Сергей занимался оформлением практически всего российского телевидения, за исключением нашего телеканала «Культура», которым занимается замечательная Елена Китаева. Ну вот на первом канале вы не работали. НТВ, ТВ, даже ТВЦ и ТНТ. Да, и просто этот список огромный. Вы занимаетесь фестивалями, фестиваль кинотавр, ваша работа, и так далее, и так далее. Да, и Александр Васин. Здравствуйте, Александр. Дизайнер и основатель, главный организатор фестиваля «Типомани», один из руководителей фестиваля. Я очень рада, что наши встречи с вами, Саша, они уже такие традиционные. Мне кажется, что в этой студии мы в связи с фестивалем «Типомани» уже третий раз встречаемся. Сразу графическими знаками вы объясняетесь. Я попрошу вас сказать два слова о том, что в этом году, чем отличается от прошлого года, а потом гости расскажут о своих проектах. Я благодарю любимую студию, вот эту вот зелено-желто-синюю, в которой уже не первый раз благодарю Феклу Толстую. Вот, простите, мне стыдно, что я перебиваю, но это показывает, как дизайнеры вообще относятся к программам. Мы обычно говорим, что это студия программы-наблюдатель, но слова не важны, устная речь не нужна дизайнерам. Дизайнеры говорят, мы на программе зелено-желтых белых квадратов. Добро пожаловать на программу зелено-желтых белых квадратов. Простите, за что перебил. И я очень рад, что снова с нами вы, Фекла, и я хочу отметить профессионализм Фекла Толстой, потому что она специально пришла на фестиваль «Типомания», чтобы посмотреть, как это все устроено. Мне кажется, это круто. А мне кажется, это нормально. И кроме того, это очень интересно. Будем считать, что это нормально. Так девиз этого года «до» и «после». Что для вас, как для организатора это значит? Потом спросим других. «Типомания» — это страсть по буквам. И за 8 лет существования фестиваль стал заходить в смежные области, и темой этого года является рассуждение о традиционных видах письменности и букв, народная монгольская каллиграфия, принт ручными руками, ручная печать деревянными литерами, до ультрасовременных вещей, типа вариативных шрифтов и самогенерирующихся веб-страниц. И в качестве... Дайте я это запомню. Вариативные шрифты и самогенерирующиеся страницы. Абсолютно прекрасно. Нам надо обещать себе, что в конце нашей программы эти секреты будут раскрыты. Постараемся. И среди спикеров «Типомания» этого года, ну, у нас довольно большой пул гостей, люди совершенно разных стилей, разных эпох, разных мировоззрений. И я очень рад, что в этой студии собрались такие разные люди, как знаменитый плакатист Никлас Трокслер, на работах которого выросли множество современных графических дизайнеров. Но в России практически все выросли на работах. Все на Трокслере выросли, да. Абсолютно. Но мне кажется, что это очень правильно для «Типомании». Это совершенно другой новый графический язык. Сергей Шанович – мэтр, такой супер-дизайнер в телевидении, в движущемся шрифте, в движущейся картинке. И вот мы говорим о букве, о коммуникации и уходим даже в такие области, как просто звук, просто мысль, просто культура. И некоторые наши спикеры «Типомании», которые не присутствуют здесь за столом, такие, как, например, пахом, тоже читали лекции про букву, про звук и про какую-то ритмику. Стараемся охватить как можно больше. Как можно больше. Но хочется теперь гостей спросить, что для вас вот это «до» и «после» и какие вещи вы показываете на «Типомании». Может быть, Николас начнёт. Я думаю, что я здесь старый, самый старый, так что я скорее «до», чем «после». Но, конечно, это «до» очень длинное. Я думаю, что фестиваль говорит сам за себя. Это очень интересная профессия, буквы, печать. И всякий раз мы начинаем заново, да? Вот всякий раз белый лист бумаги перед вами, и это самая большая тайна, самое большое начало. Мы не так важны. Наша ответственность не так высока, как ответственность врачей или архитекторов. Но наша работа, она продолжается вроде бы всего лишь две недели, максимум две недели. И всякий раз, в чём прелесть, мы можем начать что-то новое. Мы не ответственны, а поэтому мы начинаем всё заново. И это большая работа. И очень здорово, что на этом фестивале можно коммуницировать, сходиться вместе, обмениваться. Поэтому я очень рад здесь. Спасибо, что меня пригласили. И у меня очень хорошее чувство в Москве. Так что я смотрю с надеждой на то, что нас ждёт в будущем. Спасибо, Николас. Тереза, как вы понимаете фразу «до» и «после»? Это всегда такой вопрос, что было «до» и что «после». Особенно для молодых дизайнеров это важный вопрос. Мы всё время задаём себе этот вопрос. Что мы даём для будущего? Какой дизайн будет в будущем? Потому что сейчас будущее очень размытое. И вот мы хотим всё-таки быть ответственными дизайнерами. Как мы будем коммуницировать с людьми ответственно? То есть все эти дизайны очень разные. Но мы всегда должны давать себе отчёт. А каков наш месседж? Что мы хотим сказать в своём дизайне? И мы пытаемся найти будущее в настоящем. Графический дизайн – это очень быстро развивающаяся сфера. Не такая длинная история. 100-150 лет. Но посмотрите, сколько технологий сменилось. Сколько сейчас у нас их есть. Так что можно поговорить обо всём. И об анимации, о движении. Мы создаём печатный дизайн, но можно создавать книжный дизайн. Это всё разные вещи. И всякий раз я добавляю «И ещё многое». Что же это многое? Вот вопрос. Самое главное – быть ответственным. Как мы можем принести новое. И, конечно, это игра. Но это ответственная игра. Как мы можем играть вместе. И как мы можем быть ответственными перед своей публикой. И поэтому я очень рада приехать в Москву, потому что у меня всегда была мечта приехать в Россию. И очень важно поговорить с другими дизайнерами в Москве, с русскими и не с русскими. Как мы видим свою дисциплину? Ведь то, что мы делаем, это ещё и как бы дисциплина в искусстве. Спасибо, Тереза. Но вот в продолжении того, о чём говорили ваши коллеги, вот очень скромно Николас сказал. Мы не такие важные, как врачи или строители. Но интересно, как Тереза попыталась эту ответственность расширить. Мне кажется, что сейчас время дизайна невероятно важно. Сейчас, хотя кто скажет, что когда-то он был неважен. Но разве вы не те люди, которые отражают, что сейчас, сию секунду происходит? И настроение этого момента, этого времени, этой эпохи улавливаете, нет? Как, Сергей, думаете? Как бы, ну, смотри, мы прямо в начале разговора вышли сразу в такие орбиты. Ну, это когда такие серьёзные люди. Да, но я просто скажу одну вещь, почему важен фестиваль, и как я это понимаю до и после. И отвечу потом тем самым на этот вопрос. Дело в том, что важна семантическая связь между традицией и новаторством. Между прошлым наследием всего того, что... А я думаю, что всё-таки история дизайна, она гораздо больше, чем 150 лет. Потому что у нас фестиваль называется «Типомания», речь о типографике. А история типографики, она вообще... По крайней мере, от Гутенберга, а может быть, и ещё раньше. Гораздо раньше. Гораздо раньше. Поэтому и важно то, каким он будет, что происходит. А всегда все изменения в стиле, в семантике происходят в том числе из-за изменения инструмента. Изменился инструмент, с помощью которого мы работаем, мы создаём. И появляется... мы ещё какое-то время продолжаем работать как раньше, а потом всё равно у нас появляются новые возможности, новые ресурсы, и мы начинаем разговаривать на новом языке. А этот новый язык мы всегда ищем. Мы как бы... он всегда получается. Насколько он понятен. Насколько ты содержательно, ну, как бы, релевантен как бы своему времени. Вот о чём идёт речь. Мы всегда те самые люди, ну, как бы, может, не конкретно мы или... Ну, в общем, то, что называется дизайном. То, что в современном мире помогает коммуникации, помогает найти ответ, визуальный ответ, новым смыслам, которые появляются в обществе, появляются в культуре. То есть мы всегда вот на этом самом острие. Потому что дизайн, он очень скоротечен на самом деле. Он абсолютно точен. Не две недели, как сказал Николай. Не две недели, как бы, в разных практиках, разное количество времени. Но остаётся только то, что содержательно срезонировало. То есть то, что действительно, как бы, попало в архетип, ну, собственно, самой идеи, которую он воплощает. Если дизайн не попал в идею, он уходит. Ну, дизайнеров же их миллионы. Но только, как бы, звёзды делают то, что остаётся потом на десятилетии. Пожалуйста, Николай. Я вернусь к теме ответственности. Когда мы говорим об истории, конечно, мы работаем... Мы не можем сказать, мы сейчас работаем на историю или нет. Через 10 или 15 лет люди скажут, это исторический успех или нет. Сейчас мы должны чувствовать себя свободно и понимать, что мы в очень хорошем положении. Отражать современность. Мы коммуницируем с людьми, помогаем им коммуницировать. И чтобы это делать, нужно чувствовать себя свободным. Это и заставляет нас двигаться вперёд. И это и делает нашу профессию интересной. Я только тогда удовлетворён, когда я делаю что-то действительно новое. Это очень важно. Но нужно всё время осматриваться, оглядываться. Нужно быть критическим по отношению к своему времени. Нужно иногда и смеяться. Чтобы сказать человеку что-то, нужно иногда его рассмешить. Вы таким образом передаёте часть своей личности публике. Вот мы пытаемся как бы принести этот игровой дух в нашу работу. Если у вас есть полная свобода, как у дизайнера, тогда эта свобода должна выражаться в игре, да? Вы можете сделать что-то богатое с визуальной точки зрения. Богатое. Вот когда вы говорите про свободу, про какую-то любовь, которую мы должны... Про вот это такое игровую составляющую. И говорите про коммуникацию. Мне видится, что мир, вы так описываете, он прекрасный, светлый, чудесный, все люди добрые, все любят. Мы вот эти все идеи проводим. В мире сейчас очень много коммуникации и огромное количество проблем. И именно в вопросах коммуникации. Вы считаете, что вы своей любовью, добрым, игровым, как в детском саде, таким отношением, вы решите все эти проблемы, скажите мне? Может быть, нужно жёстко? Может быть, нужно провокационно? Может быть, нужно сказать... Это не... Я не знаю. Я не знаю. Я могу кое-что сказать на это. Мы не можем решить проблемы мира. Я не политолог, я не эколог. Но как графический дизайнер я могу открыть дебаты, я могу открыть дискуссию для других людей. Я могу показать, что что-то происходит. Например, если у нас проект о солидарности, например, людей с ограниченными возможностями, через типографию, через цвет, через эту, как бы, игру, я могу открыть очень серьёзное обсуждение их проблем. Мы хороши для того, чтобы открывать коммуникацию, не решать проблемы, а помогать другим обсудить проблемы. Но вы только часть. Часть. Когда мы говорим, что мы отражаем наше время, я, конечно, думаю о том, что происходит в мире. И я что-то делаю. И вместе мы силу. Вместе мы сила. Мысль — это сила. Ну, как, например, молодые люди обеспокоены проблемами изменения климата. И мы часть того, чтобы передать этот месседж и помочь людям друг другу понять. Конечно, мы не можем сами изменить климат или мир, да? Но мы можем внести свой маленький вклад в то, чтобы другие поискали этот ответ. Я абсолютно не согласен с тем, что сейчас звучит, потому что вы не осознаёте сейчас тем, что говорите, где мы находимся. Вот прямо сейчас, где мы находимся и где находимся мы ментально. Цивилизация из индустриальной превратилась в медиа-цивилизацию. И здесь показать — это равносильно сделать. Потому что мы именно это и создаём. Мы показываем, и любую проблему мы формулируем. Мы её контекстуально формулируем, рубрицируем, выделяем. Сейчас же дизайнер — это и редактор, и художник, и писатель. То есть если этого нет в масс-медиа, этого нет вообще? Ну, де-факто, вот уже давным-давно так. И только самые яркие, самые чёткие, самые интересные, самые ироничные, самые разноцветные или типографские выверненные решения доходят до массового зрителя. То есть до всех. То есть если нет дизайна — нет высказывания. Есть дизайн — есть высказывания. И как бы относительно того, что мир агрессивен, много проблем, а мы такие все весёлые и хотим как бы всё делать по красоте. Но, как бы, да, действительно, мы такие. Мы видим мир чуть лучше, чем все остальные. И мы хотим, чтобы все остальные видели примерно его так же. Спасибо вам за это. Саша, мы вас совсем не даём вам говорить. Ну, я, собственно, здесь всего лишь только для того, чтобы всех собрать. Нет, 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 нет. Я с удовольствием слушаюсь. Это очень важно. У вас, например, несколько сотен учеников за вашу немаленькую практику педагогическую. Что вы им рассказываете? Какие принципы? За что ответственен дизайнер? Ну, я часто говорю «мы», поскольку фестиваль делаю не я один, а с моей женой Натальей Вельчинской. И преподаем мы тоже вместе. И для меня это очень важно. Мы как такое двойное, какое-то немножко бесполое существо существуем. И нам очень приятно все мысли пропускать. Мы очень разные с Натальей. И вот те ученики, которые у нас учатся, да, мы вчера подсчитали их уже у нас за эти 10-12 лет 473 человека через нас прошло, через всякие наши проекты. И вот мы очень часто меняемся с Натальей. Мы, бывает даже так, что на одном нашем курсе мы говорим об одних каких-то истинах, и нам кажется, что полоса набора должна иметь там определенные поля, и колонцифра должна находиться в определенных местах, и определенный шрифт несет определенные ощущения. А потом вот познакомишься с Терезой Рулер, поговоришь с Сергеем, посмотришь на замечательного Николаса Троксера, и ты понимаешь, что вот те законы, которые ты для себя сформировал, они вот в нынешней ментальности, в нынешнюю секунду либо вообще не действуют, либо действуют как-то иначе. И единственное, в общем-то, что мы навязываем нашим ученикам, это просьбу сомневаться. То есть даже сомневаться в том, что мы им говорим. Все время все меняется. Сергей прав. Происходят постоянные изменения, и если мы в правилах будем держаться за них крепко, то мы отстанем. Мы будем какими-то такими засохшими. Ну да, но с другой стороны, нарушать правила только ради того, чтобы нарушать правила, тоже странно. Вот давайте немножко о нарушении правил поговорим. Я посмотрела на каталог, и вот, например, я обычный человек, не дизайнер. Я вижу, что вот так каталог я листаю. Вот так, видите, запуталась. Так каталог я листаю. Вдруг идет текст вот такой. Уже надо перевернуть книжку. Дальше. Имя человека, который сейчас скажет нам эту вещь. Обычно заголовок большой, а сам текст маленький. А здесь наоборот. Обычно фотография стоит рядом с заголовком. Тоже здесь это произнесено. А ну я вам сейчас все расскажу. Держите этот разворот. Нет, я просто хочу обратиться не только к вам. Вашу работу уже мы оценили. Я хочу обратиться к Николасу и к Терезе. Всегда надо, наверное, нарушать правила, когда ты ищешь новое. Но где та граница нарушать правила? Или чтобы ты был понимаем все-таки. Если ты нарушишь все правила, никто ничего не поймет. Как люди, которые там современный танец танцуют, они говорят, мы все учились классическому балету у станка. Где эта граница? Что нормально? Каковы правила? Мои ожидания. Нет? Нет? Да, вот иногда говорят так, так и никак иначе. Но время-то меняется. Само время все меняет. Не обязательно нужно верить во все правила. Я, например, часто не знаю, что такое нормально. Ты приходишь в книжный магазин, и для меня теперь каждая книга другая. Печатник другая. Обложка другая. Смотришь телевидение. Каждая студия разная. Каждая передача разная. Поэтому, естественно, правила меняются. Главное правило, это ты должен коммуникацировать. Твоя работа будет реализована другими людьми. И желательно все-таки не одним только человеком, но многими. Я вам скажу, что не то, что нормально, но что обычно. Ожидание обычного человека. Вот относительно этого. Что это такое? Это же на самом деле центральный вопрос, что такое норма. Дело в том, что если мы говорим про искусство или про дизайн как искусство, норма это не часть религиозной традиции. Есть каноны иконописные. Если ты его нарушаешь, то ты выходишь из канонов этой школы. Но все равно даже в иконописи есть разные каноны, потому что когда-то кто-то нарушил этот канон и создал свой канон. Так вот вопрос, где граница? Сколько нужно нарушиться, сколько надо сохранить? Смотрите, когда весну священную первый раз показывали в Париже на русских сезонах, люди кидали помидоры на сцену. Люди выходили из зала и говорили, что хуже Стравинского нет композитора. Теперь это абсолютная неперерекаемая классика. Дело в том, что так всегда в истории человечества. Когда люди, общество, зрители, аудитория видят что-то новое, она всегда проходит стадию категорического неприятия. И где же здесь коммуникация? И где же здесь коммуникация? Вы, дизайнеры, показываете нам что-то, на что мы говорим. Ужас. Ну, смотрите, это как с ребенком, когда ты приводишь его в бассейн, а он не умеет плавать. Ну, как бы его надо научить плавать. Он все равно должен войти в эту воду. Все равно сначала она будет холодная, мокрая, ему будет не нравиться, но потом он будет плыть и будет тебе говорить всю жизнь спасибо, потому что у него все хорошо со здоровьем, и он отлично плавает. Невозможно. Все равно аудитория немножко ребенок, которому нужно показать, как бывает. Все равно мы чуть-чуть прошли дальше и говорим, айда за нами, смотри тут, как все интересно. Видите, какая ответственность? Вы впереди. Вы лидеры. Мы должны это так делать, чтобы люди могли на это смотреть. Я рекламирую музыку, и она... Современную музыку, она должна быть другой, чем классика, и поэтому и реклама другая. Даже когда на классическом фестивале я что-то делаю. И даже фестиваль классической музыки происходит сегодня. Я должен это принять. Это сегодня, 2019 год. И публика должна это принимать тоже, что что-то меняется. Это не плакат музыкальный прошлого века. Нужно четко себя позиционировать. Где ты как дизайнер? И как аудитория, как художник. Ты работаешь на публику, на клиента. Что ты хочешь делать? Где твои этические границы? Что ты хочешь делать точно? И вот тогда ты начинаешь действовать. Я сейчас уже не думаю о... О инструментах, о книгах, о плакатах. Я теперь вижу клиента, прежде всего, а потом я нахожу инструмент. Теперь дизайнеры как бы кодируют свои послания. Создают свои инструменты. Можно делать перформативный дизайн. Мы делаем настоящие перформансы, представления как дизайнеры. И мне нравится это. Мне нравится открывать новое. Как выглядит ваш перформанс, например? Это видео, что это? Это непосредственный контакт с публикой. Если плакат живет неделю, да, киноплакат, то перформанс живет несколько минут. Это непосредственный контакт с людьми. Это что-то очень хрупкое, специально сделанное под эту ситуацию. Это могут быть разные ценности, которые мы защищаем. Любовь. Забота о человеке. Самое главное, что вы вместе. Но это спонтанно всегда происходит. Да, спонтанно. Но это все-таки записывается на камеру, правильно? И это попадает в социальные сети. Потому что социальные сети – это платформа для того, чтобы люди делали свои перформансы. Правильно? Можно делать это на Инстаграме, на других платформах. Но мы делаем перформансы, а потом кто-то выставляет это в интернет. Это все то же самое, как театр записывать на видео или фотографировать яичницу в Инстаграм. Но как бы съесть яичницу и посмотреть – это не одно и то же. То есть очень важен то соучастие, тот резонанс, в который ты входишь. И как я бы хотел сказать про мастерство, свободу и чувство границ. Дело в том, что это все на самом деле динамическое равновесие, в котором ты находишься с поиском нового, с традицией и попытаться двигаться куда-то. Потому что я приведу другой пример. Например, гонщики раллийные, которые ездят на бешеной скорости, но при этом они едут на совершенно каком-то пятом, шестом, седьмом чувстве, когда они действительно практически дрейфуют, то есть скользят по поверхности на бешеной скорости. И их управление автомобилем – это микродвижение рулем. И при этом любая ошибка приводит к фатальным катаклизмам. Но если он все делает правильно, он проходит все опасные повороты и едет на бешеной скорости. Приходит первым. Как это получается? Он бешено долго тренировался до этого. У него высочайшего уровня технологическая его карета, машина, автомобиль. И это адреналин. Это как бы та страсть, тот passion, который находится внутри, без которого это невозможно. Потому что именно в это осознание хрупкости этой границы, на которой ты находишься, что ты можешь потерпеть полнейшее фиаско, либо добиться потрясающего результата. Это то, что нас держит. Потому что действительно любая новая работа – это действительно абсолютно новая работа. У тебя нет никакого портфолио. Всем плевать на твое портфолио. Всем плевать на то, что ты сделал до этого. Всем важно то, что будет здесь и сейчас. В тот момент, когда эта работа будет опубликована, это выйдет и будет результат или не будет результат. И ты, как дизайнер, тот человек, который этот результат либо добьется, либо нет. А если добьется, он должен быть еще каким-то экстра, потому что они же пришли к тебе. Но вот что красиво в графическом дизайне и в вашем сравнении с водителем, в нашем деле дизайнер – это водитель, а компьютер – это машина. И вопрос – это, что мы не делаем. Что мы решаем не делать, потому что вообще-то можно сделать все. Вот что нельзя делать. Вот это большой вопрос. Мы много говорим, уже упоминаем технологии. И вопрос очень простой. Цифра. Цифровая революция произошла почти всюду. А вот что относительно цифры? Где она нужна, где она нет? Вот, может быть, Николас начнет отвечать на этот вопрос, потому что вы наверняка помните времена, когда не было никаких компьютеров. Насколько сейчас вы впускаете компьютер в свою работу? Я начинал, конечно, без компьютеров. И тогда даже фотокопий не было. И это было в чем-то хорошо. Можно было работать с вот этими металлическими буквами, с шрифтами. Так что нужно быть открытым, что другие люди приносят тебе, какие инженерные решения появляются. Я все еще люблю, люблю аналоговую систему и новые технологии тоже люблю. Когда появилась анимация, для меня это было что-то совсем новое. Я могу сделать постер, поплакат, а потом привести его в движение, анимировать его. Я могу иллюстрировать целую программу, телевизионную, еще какую-то, все в движении. Но в то же время я все-таки люблю трогать вещи руками, сам наносить реальные цвета. Это для меня не то, чтобы совсем новый чужой мир. Это мир, в котором я ориентируюсь. Я могу выражать себя. Может быть, я не могу выражать себя так же, как Тереса, да? Она делает потрясающие вещи, но я делаю свое. Это игра, это игра, это большой вопрос. А что нормально, а что ненормально? Хорошо иметь такой огромный опыт, как у Николаса, тогда можно осознанно выбирать какие-то вещи. Саша, вы своих студентов ограничиваете в использовании цифры? Вот какие-то вещи говорите? Нет, вот это вы будете делать руками? Ну, конечно же, нет. Мы даем возможность попробовать разные, покатать краску валиком, и поработать в фотошопе, и переплести книги вручную. Ну, когда мы говорим о книгах, конечно, Наташа показывает, что такое переплет, что такое форзац, что такое коптское крепление, или еще какой-нибудь японский переплет. Люди должны через это пройти. И там даже есть у нас некоторые ограничения, что надо сделать самому и что нельзя заказывать на стороне. Я очень рад, что все наши гости придерживаются одной точки зрения, что инструмент дизайнер выбирает сам. Это может быть высокоскоростной автомобиль, это может быть кисть или кусочек изоленты, это может быть 3D-графика. В зависимости от задачи. Ведь что отличает дизайнера от художника? То, что дизайнер всегда выполняет какую-то задачу. Дизайн вне задачи – это бессмыслица. Дизайн ради конкурса или ради… Ну, видимо, да. Мы назвали их сейчас бессмысленными, ничего страшного. Нет, тогда надо называться художником и решать какие-то внутренние задачи, и, может быть, менять мир самостоятельно. А дизайнер – это человек, который решает какую-то задачу, часто чью-то. И вот здесь действительно, как Тереза говорит, как Никлас, как Сергей, коммуникация, разговор, поговори с человеком, узнай, что ему нужно. Потому что он может тебе задачу, например, не очень точно формулировать. Он тебе говорит, сделай мне новый логотип, а ты понимаешь, что ему нужно новое название. Или закрыть бизнес вообще. И тогда ты уже решаешь. Я думаю, что третье чаще всего выдумывается, да? Разное бывает. И тогда ты решаешь, надо ли для него снять новую передачу, или надо сделать ему классный ритмический постер, который будет музыкальный, или надо завернуть вот эти трехмерные игровые формы, чтобы это был плакат для Гарвардского университета, как Тереза это делает. По идее дизайнер – это мультиинструменталист. У него нет ничего, он пустой. И у него есть все. И у него есть все. Он может, даже если я не владею 3D-графикой или съемкой таких сложных с суперэффектами фильмов, я знаю, к кому мне обратиться. Я могу использовать эти инструменты, обращаясь к коллегам. Поэтому я могу все. Вы как продюсер, который собирает то, что нужно. Дизайнер – это продюсер. Да. Сергею хочу обратиться. Вот мы говорим сейчас о цифре с вашим опытом работы на телевидении. Вот приходит видео совсем с другой стороны. Гигантской волной со стороны социальных сетей, Инстаграма. Это все смотрится вот здесь, а не на… Как это влияет на телевидение? Меняется ли телевизионный дизайн в зависимости от того, что происходит в… В мобильных телефонах. Да. А вот у Николас, мне кажется, знает. Новая техника – это не проблема. И не важно, какую ты технику используешь, чтобы выражать себя. Самая важная вещь – это затронуть чье-то сердце. Что такое хорошая работа? Почему я ее люблю? Потому что она… У нее есть душа. Она меня трогает. Я смотрю на нее и думаю… О! Я иногда не могу сказать, почему. Почему мне это нравится. Но я чувствую – вау, это потрясающе. Я чувствую вот это восхищение. Это как музыка. Это такая аффектация, аффекционное влияние. Это если есть такая задача. Если есть задача сделать вот этот вау-эффект и как бы оставить… Эмоционально это это. Потому что вообще, ну как бы основной массив той самой типографики или информационного дизайна, или всего как бы инфографики, которую мы как бы делаем на телевидении или в интернете, это на самом деле исчезнуть. Сделать так, чтобы вы ни секунду не думали о том, кто это нарисовал, кто это сверстал, какой это шрифт, как оно появляется. Вы это открываете, этим пользуетесь, и у вас все комфортно, все удобно, вы все понимаете, вы все читаете, вы все успеваете. Все интуитивно, так что сейчас называется. Все интуитивно понятно, да. И это и есть, ну как бы на самом деле, львиная доля дизайна. Потому что как бы не проблема на вас наорать, ну как бы картинками, анимацией, как бы еще что-то. Как бы это понятное дело. Проблема до вас достучаться, когда на вас орут все. Какая хорошая метафора. Ну то есть, когда ты открываешь сайт, тут один баннер, второй баннер, третий баннер, четвертый баннер, а тебе надо прочитать твою конкретную статью. Ты уже будешь глухим тогда, если все орут. Конечно, конечно. Потому что есть же статистика, что сейчас на человека, я не знаю, до обеда вываливается столько же информации, сколько там в 18 веке за всю жизнь. Ну как бы, и это просто реально наша проблема, потому что мы находимся в информационном шторме. Этот шторм просто гуляет по всему. И чем изменилось телевидение, и сейчас как бы дизайн изменился. В характере потребления той самой информации и коммуникации в мир. Потому что тогда телевизор это было что? Это мы все сели и начали смотреть телевизор. Как бы расстояние дотуда минимум метра два. А то и больше. А еще мы сядем вместе и посмотрим вместе на телевизор. А здесь мы смотрим в эту самую маленькую коробочку, причем мы с ней еще и спать ложимся. Мы в машине в ней едем, в метро мы едем. Соответственно, это самое... Это даже не тамагочи. Это вот как... Это твое домашнее животное. Ты как бы... Ты просто... Это самый любимый твой друг. Это твой виртуальный двойник, с помощью которого тебя таргетирует рекламное агентство, которое знает о том, куда ты заходишь. Татьяка, я расстану свою... У меня тоже такое есть. Да, 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 да. У меня тоже такое есть. Да, да, да. Вы разговаривайте пока, я пока проверю. Вот, 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 вот это все. То есть, на самом деле, это твой ментальный двойник, в котором, на самом деле, все, твоя почта, твой дневник, твое расписание, твои скидки, твое, там, я не знаю, любовная переписка, все на свете там. Да. Так это все. Это, понимаете, ну, как бы оценки детей. Школы приходят на мобильный телефон, и ты следишь, как они там учатся. Ну, то есть, это же все так сейчас. В этом мире мы теперь без этого не можем. Поэтому все, что делает дизайнер, когда он делает для медиа, это все должно быть понятно, читаться и усваиваться здесь абсолютно. Вы делаете, Николас, вы делаете для такого экрана, для такого масштаба? Конечно, бывает, что и с этим я работаю. Если я делаю плакат для концерта, и на концерт приходит 400 человек, что хорошо, но Инстаграм, когда я работаю, это много людей, да, я объявляю, рекламируют джаз-концерт или классический концерт, это тоже, тут дизайн становится тоже включенным в этот проект. Все смотрят на то, как другие рекламируют такие концерты. Мы все соревнуемся, хотим выглядеть разными. Мы учимся выглядеть разными. Конечно, все не изменилось сильно вместе с соцсетями, но вот настоящая работа – это все-таки, чтобы люди пришли на концерт. Тараза, как вы к этому относитесь? Вот насколько размер имеет значение? Вот мы говорим о разных, вот о таком экране, о таком экране. На фестивале «Типомания» Саша показывал мне работы японского дизайнера Ики Кабояши, которые оригинально были сделаны вот такими, а напечатаны на стене вот такими. И я думаю, они воспринимаются по-другому. Вот есть такое, есть такое, есть такое, не знаю, стереотипное представление, вот если ты хочешь быть модным фотографом. Берешь фотографию и печатаешь два на три. И это сразу арт-объект. Насколько для вас размер имеет значение? И как жить, когда все размеры теперь вот такие? Да, вы все с телефонами сидите. Когда смотришь на экран, его можно же переворачивать, правильно? И, конечно, нужно сработать и с таким экраном дизайнера. И студенты, они любят выражаться именно через телефон, через маленький экран. И да, размер имеет значение. Я люблю большие плакаты. Потому что такой мобильник, это слишком мало. И да, это тамагочи. Но они ведь такие странные тамагочи, они записывают то, что мы делаем, и посылают это куда-то. Так что тут нужно быть очень осторожным с этим. Это чувствительные вещи, да. Антиковарные тамагочи. И график-дизайн — это вызвать дебаты, вызвать дискуссию. Открыть дверь к тому, чтобы начать друг с другом разговаривать. Мы посылаем друг другу текстовые сообщения, сообщения в WhatsApp. А здесь — это картина, это искусство. Я обожаю технологию. Но всегда надо критически относиться, куда она нас ведёт. Нужно иметь способность редизайнировать её, делать её по-другому. Вот эту технику. Потом всё равно, несмотря на все технологии и так далее, в этом есть такая инфернальная опасность. Вы знаете, это как человекоподобные роботы. Ты смотришь на человекоподобного робота, он как человек. Но когда он начинает двигаться и разговаривать, ты немножко его боишься, потому что ты чувствуешь, что он не человек. Да. Ты разговариваешь с Алисой в телефоне, и понимаешь, что это всё-таки не жизнь. Мы ещё пока чувствуем эту разницу. Пройдёт некоторое время, и она исчезнет. Но пока эта разница есть, очень важна человеческая несовершенность, человеческая несимметричность, человеческая страсть, человеческая тяга всё равно совершить маленькую неточность, которая сделает эту работу уникальной. Только твоей, только твоя интонация, только твоё шепелявение, только твоя хромота, я не знаю, что ещё. Но как бы только то, что позволяет отличить твою работу. Живой от неживого, на самом деле. Абсолютно точно. Живой от неживого. Потому что даже все яблоки, которые растут на яблоне, они разные. Да. А вот помидоры, которые продаются у меня в универмаге, как без вкуса, они все одинаковые. Да, водой наполнены, а не томатным соком. Почти, к сожалению, закончилось наше время. Я не могу не задать вам несколько очень важных вопросов. Я хочу спросить иностранных гостей, потом своих соотечественников. Что такое русский дизайн? На фестивале «Типомания» в музее Москвы огромный зал завешан работами людей со всего мира. В том числе и из России, конечно. Но чувствуете ли вы, что это такое? Как вы можете определить? Особенно это важен вопрос, когда всё глобально и телефоны у всех одинаковые. Тереза, как вы думаете? Я люблю дизайн русской старой школы, Ротченко-Попова. И интересно, что они верили, что могут сдизайнировать целое общество. Это то, что наш вклад в мировой дизайн очень важнейший. Это 100 лет назад, но до сих пор это трогает нас. А сейчас так много молодых дизайнеров. Им нужно себя позиционировать, находить новые пути. И я думаю, что вот эта роль дизайна очень велика. Каков он русский дизайн? Какова его форма? Я думаю, что «Типомания» помогает людям молодым найти. Постарайтесь определить какие-то, дать нам понимание, ваш взгляд со стороны. Что это такое русский дизайн? На что он похож? Конечно, традиция потрясающая есть в России. Лисицкого можно вспомнить, Штейнберга. Ну, я смотрю на эти работы как любитель, не как профессионал. Но когда я понял... Вот однажды у меня была книга. Мне прислали книгу. Это было «Остенгруппе». Это было «Остенгруппе», да? Они мне прислали каталог. И там было какое-то странное имя «Остенгруппе». И я был потрясен. Они ромаломали все правила. Я знал советский дизайн, а это было что-то свежее. И я думаю, что очень много выразительности в русском дизайне. И он, да, он другой, чем наш. Потому что окружающая среда другая, жить в Москве, это совсем другое, чем жить на Западе. И дизайнеры отражали свое общество. Если вы посмотрите на японских дизайнеров, они вот похожи на таких маленьких киото. Это все построено на каллиграфии или еще в чем-то таком. А вот попробовать что-то другое. Может быть, мне проще, чем с японской каллиграфией с российскими плакатами, потому что они на кириллическом алхавите, он мне понятен. Но это другое выражение, другая душа. Мне это нравится. Что русские дизайнеры скажут? Потому что тоже очень важно видеть себя в контексте мировых каких-то... У меня просто есть хороший опыт этот. Вот как раз фильм был на канале «Культуры» показывался. Я снял фильм «Новый русский дизайн». Как раз и задавал этот вопрос, собственно, русским дизайнерам. Есть русская школа дизайна или нет? Ну, как бы нам, конечно, саморефлексия о том, что есть у нас школа или нет, очень сложно удается. Потому что половина говорили, нет еще никакой школы. Какая школа? У нас интернешнл стайл. Другие говорили четко, конечно, русская школа есть. Но на самом деле школа – это имена. Вот русские имена, имена в дизайне, конечно же, есть. И, собственно, есть и школа. Есть и Гурович, есть и Логвин, есть Петя Банков, есть масса других имен в плакате, в графическом дизайне, которые являются международными звездами абсолютно. И их работы уже вошли в историю. Чайка, например, ну, как бы это все мастодонты, которые, ну, как бы являются абсолютными международными звездами. И весь вопрос того, как мы осознаем, ну, как бы находясь рядом с этими людьми, насколько мы, как бы, в русской традиции школа русского дизайна. И что с ней будет потом? Вот и все. Ну, как бы, ну, как вот, у вас есть семья или нет семьи? Ну, как можно об этом говорить? Конечно же, есть. Вот они мы все. Нет, вопрос в том, что если вы уберете имена, имена художников или имена дизайнеров... А познается ли это как? Да, да. Познается, да. Мне кажется, да. Что, Саша, вы думаете? Насколько русский дизайн интернационален или имеет свое лицо? Ну, я склонен исключить пятую колонку из... Интернешнл. Я предлагаю не говорить про национальность вообще, потому что... Ну, вот Тереза, она голландский дизайнер или чешский дизайнер? Или русский, поскольку ее прабабушка из России. Сергей родился не в Москве. Анна Кулачок родилась в Донецке, работала в Москве, сейчас живет в Нью-Йорке. Она кто? Она русский дизайнер, украинский? Нет, это, понимаешь, как бы, нет, речь не о национальности дизайнера. Есть принадлежность к культуре. Конечно, речь о культуре. И не то, какая кровь, не то, какие родители. Вот есть дизайнер как часть русской культуры. Есть швейцарская литература. Она говорит о нашем времени, эта дизайнерская работа. После Второй мировой войны швейцарский дизайн называли международный дизайн. Вот, и говорили об этой школе, которая такая очень прямолинейная, поста, и понятная. Когда я был молодым дизайнером, работы швейцарских дизайнеров были повсюду. Другие народы использовали наши работы швейцарские. Поп-арт в это время расцветал. В Польше появились интересные, рисованные руками плакаты. И я пытался тогда найти что-то новое, не швейцарское. Хотя говорили, вот этот швейцарский стиль, его можно использовать по всему миру. Но это здесь. Но это здесь. Это сейчас здесь. Да. Мы международные, но мы очень разные. Индивидуальности дизайнеры. Теперь всё происходит в коммуникации. И это самая лучшая работа для меня, быть графическим дизайнером. Как хорошо, что мы живём в самые лучшие времена для графического дизайна. Я очень благодарна оптимизму наших гостей и серьёзности вообще разговора. Благодарна фестивалю Типомания за то, что мы каждый год встречаемся и говорим об очень серьёзных вещах. И надеюсь, что наши зрители будут следить за тем, что происходит. Чувствовать дизайн, как здесь. Любить буквы. Любить буквы, да. Самое главное ещё не забыть, как вообще они пишутся. Потому что нынешний... Это уже навык ручного письма уходит категорически. Только вот профессионалы уже умеют... Ещё могут пару букв вывести. Николас Трокслер, Тереза Руллер, Сергей Шанович и Александр Васин были сегодня в нашей программе. Типомания в программе Наблюдатель. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!